Здравствуйте! Это программа «Прямой эфир» и с вами Ирина Кузина. Правительством сформирован перечень мер государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Часть из этих мер реализуется банковской сферой. В каких госпрограммах может участвовать бизнес и насколько сложна процедура получения кредитных каникул и не только, об этом мы будем говорить с сегодняшним гостем. В студии Станислав Викторович Зольников, заместитель управляющего Тверским отделением Сбербанка. Здравствуйте, Станислав Викторович. Я очень рада, что вы пришли к нам в студию. Нашли время, чтобы ответить на очень важные вопросы. Здравствуйте! Ну, давайте решать, в каких все-таки государственных программах сейчас можно принять участие тем, кто задействован в предпринимательской деятельности, и какие кризисные вопросы может сейчас решить бизнес, обратившись в банк. Что касается госпрограмм, то, во-первых, это кредит под 0% на выплату заработной платы для компаний макро- и микробизнеса из числа пострадавших отраслей. Их перечень утвержден постановлением правительства РФ. Кредит выдается на срок до 12 месяцев, со срочкой по погашению основного долга на срок до 6 месяцев. Проценты по данному кредиту в течение первых 6 месяцев также составляют 0%. Кредит является целевым. Он предоставляется исключительно на цели выплаты заработной платы и связанной с этим платежей, например, страховых взносов. Размер такого кредита определяется минимальным размером оплаты труда. Кредит предоставляется ежемесячными трансформами согласно зарплатному списку. При этом мы контролируем, чтобы перечисление денежных средств шло на зарплатные счета предприятий этих компаний. На протяжении действия кредитного договора заемщик обязан не сокращать персонал больше, чем на 15%. Таковы условия получения именно вот этих займов. Вы говорили про беспроцентный займ по выплате заработной платы. Кто может получить займ? Сколько подано сейчас заявок? Какое количество субъектов малого предпринимательства уже получили нулевые кредиты? На данный момент Сбербанк подано уже более 200 заявок и по 116 из ним произведено перечисление средств. Все остальные заявки находятся у нас в работе и мы приложим максимум усилий для того, чтобы произвести одобрение и по данным заявкам. Кто же может получить данные кредиты? Это прежде всего компании пострадавших отраслей, при этом компания должна относиться к малому и микробизнесу. Уточнить принадлежность своей компании можно на сайте Федеральной налоговой службы. Также постановлением правительства номер 422 от 2 апреля текущего года определены критерии заемщиков, которые могут получить кредиты на зарплату под 0%. Это срок ведения деятельности. Такие компании должны осуществлять свою деятельность не менее одного года. В отношении заемщиков не должна быть введена процедура банкротства или самим заемщикам не подано заявление о ликвидации, оно не должно быть передано в Федеральную налоговую службу. При этом заемщик может осуществлять перечисление заработной платы как через зарплатный договор с банком, так и по платежным поручениям. Станислав Викторович, многие компании сейчас испытывают экономический спад. Негативно сказываются снижения спроса и на финансовых показателях бизнеса. Что делать тем компаниям, у которых уже есть определенные кредитные обязательства в данных условиях? Наш банк разработал собственную расширенную программу кредитных каникул, позволяющую компаниям из числа пострадавших отраслей воспользоваться таким правом. При этом программа подходит для компаний всех сегментов. От крупнейшего бизнеса для определенных отраслей для всех компаний малого и микробизнеса. При этом по малому и микробизнесу принято решение о проведении упрощенной реструктуризации. Компании могут воспользоваться правом об отсрочке по платежам по кредитам в течение полугода. При этом как по основному долгу, так и процентам. Также наш банк готов отказаться от взымания каких-либо дополнительных платежей, связанных с невыполнением иных обязательств. Речь идет о регистрации обеспечения, поддержке оборотов, предоставлении в банк документов и так далее. Насколько востребована сегодня эта мера поддержки среди бизнеса? Существует ли какая-то уже на сегодняшний день статистика? К нам в банк поступило уже 410 таких заявлений и по 398 из них мы приняли положительное решение. Общий объем проведенной реструктуризации превышает 1,1 миллиарда рублей. О востребованности данной меры поддержки говорит обратная связь от наших клиентов. Так, например, у одной из производственных компаний на период пандемии пришелся ввод производственного корпуса, а предложенные нами условия позволили ему без потерь для компании пройти этот сложный период. Ну, насколько сложна процедура получения на сегодняшний день кредитных каникул? Какие для этого необходимо предоставить документы? Насколько сложно это сделать сейчас? Она очень проста. Для этого достаточно воспользоваться Сбербанк Бизнес Онлайн. В разделе «Обязательства» необходимо перейти во вкладку «Договоры» и нажать на кнопку «Реструктуризация». Если же в Сбербанк Бизнес Онлайн такая кнопка по каким-либо причинам отсутствует, либо необходимо провести реструктуризацию по овердрафту или кредитной карте, необходимо отправить документы в банк, приложив соответствующее заявление, и в течение трех дней мы примем решение по данному вопросу. Существует еще, насколько мне известно, телефон прямой линии? Да. При наличии просроченной задолженности по кредиту, в случае, если сумма кредита не превышает 5 миллионов рублей, наши клиенты могут обратиться по телефону горячей линии. 11 мая президент России объявил о новых мерах поддержки бизнесу. В частности, речь шла о программе кредитования под 2%. Участвует ли в ней ваш банк и чем она отличается, например, от предыдущих программ? Сбербанк участвует также и в этой программе. За данным кредита могут обратиться предприятия так называемых пострадавших отраслей. Для малого бизнеса программа действует, если хотя бы один из основных или дополнительных видов АКВЭД относится к перечне таких отраслей, а для компаний среднего бизнеса, если основной АКВЭД попадает в перечень, определенной правительством Российской Федерации. Сумма кредита определяется количеством сотрудников нашего заемщика, умноженных на величину МРОД, и количеством полных месяцев до 1 декабря 2020 года, с момента предоставления этого кредита. При необходимости программы предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий. Это сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности предприятий. Максимальный срок кредитования с учетом пролонгации до марта 2021 года. Массовый запуск данной программы мы планируем 1 июня текущего года. Еще одна ее особенность – это то, что государство полностью возместит кредит, и проценты по нему компаниям, которые сохранят до марта 2021 года численность на уровне не менее 90% от численности на момент получения этого кредита. Это позволит сохранить как займятость, так и эффективную операционную деятельность компании. Впервые создана в нашей стране такая программа, которая позволяет не откладывать выплаты на какой-то более поздний период, а фактически позволяет при выполнении ряда условий получить безвозмездную субсидию от государства. Ну что же, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Спасибо вам. Спасибо вам. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова